Завтра нам дадут роли, кем бы ты хотела стать? Если я скажу, ты будешь смеяться. Ну скажи. Чародейкой. Ты серьезно? Это самая редкая роль, они самые сильные, тебе не стать ею. Я стал колдуном, прикиньте. А я вампира, может я найду своего Эдварда? Только не это. Лиз, ты стала человеком? Господи, вот тебе и чародейка. Здравствуйте, это какая-то ошибка, я не могла стать обычным человеком. Слушай, таких как ты, к нам каждый день толпа приходит. Я не могла, я не могла, значит могла и стала. Проваливай отсюда, тебе пора обслуживать волшебных существ. Мам, неужели человек может быть только обслугой? Конечно, милая, в нашем мире человек самое слабое существо, тебе тупо не хватит сил противостоять кому-либо. Так что иди работать, начинай, я тебя устроила в кафе, самая безопасная работа. Эй ты, где мой заказ, неси скорее, или я съем твои мозги вместо своего мозгобургера. Зомби самые нетерпливые, лучше обслуживай их первыми. Где мой коктейль? Чем дольше я жду, тем больше становится жажда, а твоя кровь такая сладкая, лучше работай быстрее, или тебя тут вообще не станет. Невижу этих уродов, боже. Здравствуйте. Что привело тебя на наш волшебный базар? Я бы хотела купить волшебную палочку. Деточка, ты ведь человек, волшебные палочки доступны только колдунам. Но я могу предложить тебе кое-что, если тебе так не нравится, что ты человек, купи за тысячи золотых вот это. Что это? Оно скроет твою роль на какое-то время, и ты сможешь притвориться кем захочешь. Давайте за 900, и можно еще красные линзы? Хорошо. Сегодня как раз вампирская туса, проберусь туда. Я в жизни так не веселилась. Да, вот только почему-то наш заказ еды и выпивки где-то затерялся, мы жуть какие голодные. Да, сейчас бы какого-нибудь человечка, сладенького, сочного. Ну мне, наверное, уже пора. Человечка. А вот и закуска. Как круто, что я смогла попасть на вампирскую тусу, но мне уже пора валить, пока штрих не перестал действовать. Так ты человек, господи, мы такие голодные, ты наш подарок судьбы. Ребят, но вам же было весело со мной, а ты даже сказал, что я тебе нравлюсь. Да, у тебя был такой сладкий запах, он сводил меня с ума, теперь понятно почему. Может договоримся? Взять ее. Что за трубки вы ко мне прицепили? Знаешь, как в сериалах все наливают себе пунш из огромных кастрюль, ты будешь нашей кастрюлей. Не бойся, сильно больно не будет. Я сомневаюсь, что это законно. Все, о чем никто не узнает, законно. Эй, что здесь происходит? Это колдун, отцепляй трубки. Вы собирались выжить из человека жизнь? Кого из вас арестовать? Трогать людей запрещено. Арестуй ее на волшебном базаре и продали штрих, который скрыл роль. Она сама к нам пробралась, вот кто нарушил закон. Вы арестованы. Что? Вы издеваетесь? Меня чуть не убила кучка вампиров, а арестовать и посадить в эту клетку вы решили меня? Чокнутые. Кто здесь чокнутый? Сама к ним полезла дура, вот сиди теперь и радуйся, что из тебя не пьют коктейли. Так, отпустите мою дочь, я внесла залог. Мама? Выходи, балбесина. Хватило же тебе ума, я потратила все накопленные золотые, чтобы достать тебя, чтобы больше ногой на волшебный базар не ступала, поняла? Будешь работать в кафе целыми днями и вернешь мне деньги. Спасибо, что спросила, как мои дела? Ауч! Ваш заказ. Мне фирменный коктейль. Ой, так это твоей крови мы вчера хотели попить, но ничего, еще успеем. Все, я убью этих сосущих кровь, твари, они унизили меня и теперь им не поздоровятся. Снова ты? Мне запретили тебе продавать что-либо. Ты глава волшебного базара, кто тебе что может запретить, не гони. Мне лишь нужен волшебный коробок спичек. Зачем это тебе? Камин нечем разжигать, мне нужно 20 пачек. 20? Ты сошла с ума, этого хватит, чтобы спалить весь город. Или чтобы спалить всю усадьбу вампиров на восходе солнца, чтобы они все сгорели под солнечными лучами. Что? Ничего, просто перу на запас, продай в них и все. Ладно, с тебя 5000 золотых. Ну все, клыкастые твари, вампи, ну все, клыкастые твари, вампи, я спалю вашу усадьбу дотла. Дочка, куда ты так рано собралась? Встречай закат, говорят, сегодняшний закат будет самым ярким и красочным. Оу, да ты в романтику ударилась? Да, мамочка, я еще тот романтик. 20 коробков волшебных спичек может хватить, чтобы истребить целый вид волшебных существ. Кто бы мог подумать? Суть этих малышей в том, что ты говоришь им место, и они летят туда, и там сами поджигаются. Я буду сидеть у этого водопада и наблюдать за тем, как вампиры растворятся на солнце после того, как потеряют свое убежище. Ну и что, спичечки, пункт назначения? Усадьба вампиров. Поджечься всем одновременно. Вперед! Господи, как она полыхает, какая красота! А закат сегодня поистине прекрасен. Ой, вампиры проснулись. Доброе утро. Помогите, пожар, нам негде спрятаться. Солнечные лучи убивают нас на помощь. Пожарные будут здесь через 8 минут. Извините, ребятки, они не успеют вам помочь. Последний клыкастый подонок пал. Мне пора домой. Ребята, вы опоздали. Господи, вы это слышали? Кто-то просто взял и выкосил весь рот вампиров. Кто вообще на такое способен? Теперь вампиры занесены в редкий вид волшебных существ. Их осталось лишь пару штук. А главное, виновного не нашли. Господи, а вдруг это существо сейчас сидит и думает, какой рот выкосить следующим? Извините, а вы думаете, в чем замысел того существа, кто это сделал? Наверное, стать сильнейшим. Видать, его сильно обидели. И теперь он выкосит самые сильные расы и будет править. Стать сильнейшим? Хорошая идея. Офицеры, чем могу помочь? Нам нужна ваша официантка. Елизавета, пройдемте с нами. Есть разговор. Нам нужна ваша официантка. Елизавета, пройдемте с нами. Есть разговор. А работать кто по-вашему будет? Сэр, будете так разговаривать с нами, пойдете вместо нее. Елизавета, можете звать меня Лиза, а то мне становится страшно. Бояться вам есть чего. Ну ладно, начнем по-хорошему. Это ты истребила всех вампиров. Вы что, шутите? Посмотрите на мою роль. Я обычный человек. Как по-вашему я могла это сделать? Легко. Купить спички на волшебном базаре, например. А вампиры что, сгорели? Да, сгорели на солнце. Из-за того, что кто-то сжег их убежище на рассвете. Жалко их. Милые были красноглазики. Так, понятно. Не хочешь по-хорошему, значит будет по-плохому. Позови чародейку. Привет, Мелисса. Привет. Как вы посмели меня вызвать? Думаете, мне больше заняться нечем? Ты настоящая чародейка? Боже, вы ведь самые сильные существа. Я мечтала быть одной из вас, но система ошиблась и назначила меня долбанным человеком. Слушай, а есть заклинания, чтобы изменить роль? Может, давайте отыщу золотых, а ты мне наколдуешь? Вы позвали меня ради этого? Боже, вы смеетесь? Тебе смешно, а эта девчонка, возможно, первое существо, которое смогло истребить весь вампирский род. Что? Вампиров больше нет? Буквально двое остались. Местные алкаши ночевали не в усадьбе, а на свалке. Это их спасло. Знаете, я очень сомневаюсь, что вот это могло уничтожить вампирский род. Слышь, это кто здесь вот это? Так, ладно, сейчас мы все узнаем. И что вы будете пытать меня, досрала я на вашей кубке? Да и рассказывать мне нечего. На, выпей это и прости, что привели тебя сюда, они точно ошиблись. Коктейль в честь примирения? Ну, давай. Какой-то странный вкус. Знаете, на самом деле мне очень страшно. Что за... Я не хотела говорить этого. Скажи мне, дорогуша, это ты истребила вампиров? Да, это сделала я. Они хотели убить меня, сделав из меня кастрюлю с компотом. Я никому не позволю так со мной обращаться. Я нифига не жалею. Так и надо этим тварям клыкастым. Не удивляйся, ты выпила коктейль с сывороткой правды, и теперь ты нам все в подробностях расскажешь. Не удивляйся, ты выпила коктейль с сывороткой правды, и теперь ты нам все в подробностях расскажешь. Это ты спалила усадьбу вампиров? Да, да, это была я, они хотели сделать из меня пунш. И вообще, запрещено использовать сыворотку правды на людях. Да, дорогая, скажу больше, ты даже можешь от нее кони отбросить, ведь она рассчитана на более сильных существ. А я еще и с дозой прогадала. Но кого волнует жизнь жалкого человека? Я не жалкий человек, гребаная стерва. А кто ты? Можешь смотреть наверх, когда забываешь свое место. Я истребила всех вампиров. И это было так просто, захочу, и чародеек вроде тебя тоже не станет. Чувствуешь? Больно, правда? Будто изнутри режут. А это лишь малая часть того, что я могу с тобой сделать. Я щелкну пальцами, и твое сердечко остановится. Проси меня перестать. Ну же, гордая моя, проси меня. Мелисса, а ну прекрати, живо ты в участке. Я сказал, живо. Она созналась в преступлении. В камеру ее, для дальнейшего допроса. О, привет. Наконец-то мне будет с кем поговорить. А то я уже с ума начал сродить. Привет. Ты тоже человек? Да, тут кроме людей никто не сидит. За что ты оказался тут? Видишь, у меня дыра в голове. Зомби пытались высосать из меня мозги. Но я не дался и замучил одного. И вот, сижу тут уже две недели. Так, давай рассказывай все в подробностях. Да пошел ты. Я сейчас открою эту решетку и морду тебе начищу. Господи, у меня просто открылись глаза. Человек сидит, тут на него напали и он защищался. Но сидит тут он. А гребаный бешеный зомби гуляет на свободе. Меня хотели прибить вампиры. И я истребила их, потому что хотела отомстить. Но если бы у них тогда получилось, никто бы из них не был арестован за это. Вы бы простили их. Вы что тут все офонарели? Хочешь, открою секрет, дорогуша? Все с ролью обычного человека просто расходный материал. На одного вас больше или на одного меньше. Всем насрать. Поэтому никого не будут никогда судить за убийство жалкого человека. Поняла? А вот за истребление вампирской расы ты сядешь пожизненно. Уж я об этом позабочусь. Тебе не жить. Я тебе отомщу. Насмешила. И как же, если ты за решеткой? Я тебе отомщу. Ха-ха-ха, насмешила. И как же, если ты за решеткой? Ну все, хана тебе. И что ты мне сделаешь? Снова купила какую-то хрень, которая замаскировала твою роль? Нет, это моя настоящая роль. Ну-ну, верховная чародейка размечталась. Тогда бы твои глаза стали черными. Черт, где клетка? Испарилась. Кто же сейчас будет и с тобой? Стой, нет, пожалуйста. Эй, мы уходим. Кстати, потом пока я живем, для которой чуть не съел твои мозги, я научу его хорошим манерам. Воу, вот это подругу я себе нашел. Ты как вышла из клетки? Мать моя родная, невозможно. В этом мире возможно все. И это прекрасно. Что ты сделала? Выпусти меня. За то, что вы сажаете пострадавших и отпускаете виновных, я приговариваю вас к пожизненному заключению в этой клетке. Даже если меня не станет, никто не сможет открыть ее, кроме меня, и ключей к ней не существует. Что ты творишь? Теперь я прикончу тебя, как и хотела. Мелисса? Я так не думаю. Эй, ты же задушишь ее. В этом и смысл. Как жаль. Шучу. Мне нужно на волшебный базар. Их сил тебе не хватит, чтобы тебя не схватила армия. Скоро сил мне хватит на все. Привет, Найджел. Продай мне лучшую волшебную палочку, что у тебя есть. Опять ты? Я же говорил, волшебные палочки недоступны людям. Как? Тебя это не касается. Просто продай мне лучшую палочку. Я не могу, тогда меня арестуют вместе с тобой. А если не продашь, окажешься в могиле. Хотя знаешь, хрен с тобой. У меня и так появилась какая-то палочка. Надеюсь, сильная. Господи, откуда она у тебя? Просто появилась. Эта палочка самой могущественной ведьмы. Че ты мне чешешь? Ведьмы истребили тысячу лет назад. Вот именно, истребили из-за той ведьмы, которой принадлежала эта палочка. Сильнее ее не было существ. Ни до, ни после. Ее палочка так и не была найдена. Стоять, именем закона вы арестованы. Поиграем. Откуда у тебя палочка самой могущественной ведьмы? Что ты несешь? Ведьмы истребили. Вот именно, но единственная палочка не была найдена. Стоять, именем закона вы арестованы. Ну давайте поиграем. У меня тут как раз новая палочка. Я, конечно, пока не умею ей пользоваться. Думаю, так для вас даже хуже. Неизвестно, что я могу наколдовать. Эй, что за хрень? Почему никто не двигается? Эй! Кто ты такой? Что это за выходки? Что ты сделал? Я остановил время, и мы валим отсюда. Это вряд ли. Сейчас я собиралась показать всем, на что я способна. А ты мне помешал, поэтому нашлюсь с тебя. Что это за фигня? Почему я не могу пошевелиться? Сможешь, если перестанешь вести себя как ребенок. Что-то я себе вызаменил, я верховная чародейка, понял? Ну круто, че. Я не вижу твою роль, ты не боишься меня? Я сын той ведьмы, чья палочка появилась у тебя над головой. И ты пришел драться за нее? Это я ее тебе дал. Что ж такое, с кем-то я сегодня подерусь или нет? Где мы? Как ты это сделал? Переместил вас в безопасное место. Остановка времени, телепортация, такой магией не обладает никто. И какие палочки на это не способны. Кто ты? А ты думаешь, почему истребили ведьмы? Потому что они были сильнейшими, они умели все. И как же их тогда убили? Обманом. Мою маму казнили у меня на глазах. Она спрятала меня там, и я все видел через щель в полу. Она спрятала меня вместе с этой палочкой. Мне жаль, но если эта палочка единственная, что осталось от твоей мамы, зачем ты дал ее мне, а ты даже не знаешь меня? Ты не права, знаю. И мне нужна твоя помощь. И что тебе нужно от меня? Ты даже не знаешь меня? Я знаю тебя гораздо больше, чем тебе кажется. И мне нужна твоя помощь. И в чем именно тебе нужна моя помощь? Уже много лет в городе царит беспорядок. До этого дня ни один хороший человек не был наделен силами. Но теперь есть ты, и ты одна из самых могущественных существ. Существ, с тобой у нас есть шансы. Некоторых необычных существ держат в одном закрытом месте. Туда невозможно попасть. Куча охраны и ловушек. Что за существа? Что с ними делают там? Мучают, издеваются, проводят опыты. С ними делают ужасные вещи. Существа разные, но там даже есть ведьмы. Но все говорят, что ведьмы стребили. Они лгут. Мы должны спасти этих существ. Я в деле. Кого ты притащила с собой? Это друган мой. Мы с ним в тюрьме познакомились. Привет, я Дэн. Но он же обычный человек. Как он нам поможет? Я наложила на него заклинание на сутки. Так что теперь у него есть способность управлять электричеством. Ладно, пусть будет с нами. План такой. Мы должны отключить все ловушки и снять всех охранников. Зайти внутрь. Что нас ждет внутри неизвестно. Никто не выходил оттуда живым. Мой друг уже отключил ловушки. А на нас с тобой охранники. Эй, стоять! Вы кто? Мы охеренные ребята. А вам крышка. А это было проще, чем я думала. Идем. Мама, дорогая, ты был прав. Смотри, сколько клеток. Господи, с этого существа содрали кожу. Мы освободим всех вас. Не так быстро. Глупо было пытаться прикончить волшебное существо обычной пули. Кто сказал, что пуля обычная? Что? Нет! Нет! Лиза, я хотел сразу тебе признаться. Я твой брат. Но это невозможно. Ты дочь той самой ведьмы. Тебе стерли память, но ты гораздо сильнее, чем ты думаешь. Тебе уже тысяча лет, между прочим. Пожалуйста, держись. Я знаю, ты справишься, но, видимо, уже не сегодня. Что ты делаешь? Нет! Как мы оказались здесь? Он телепортировал нас. Они убили моего брата. И они поплатятся кровью. Твои глаза. 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 Продолжение следует...